Так, переход на другое питание, сыроедение, начали болеть сильно почки. Это чистка такая? Не обязательно. Может быть, тебе не подходят какие-то кислоты, которые содержатся в определённых фруктах, овощах. Сыроедение, это ты сказала, почти ничего не сказала. Сыроедение бывает очень разное. Оно бывает смешанное, оно бывает больше трав, там одни. То есть сыроедение, это ничего не сказать. Но и начали болеть почки. Во-первых, как ты это ощутила, что это почки именно? Это первый момент. И второй момент, у тебя до этого они были здоровы или ты не знаешь? Это действительно почки? Это же может быть, то есть вот сюда у нас может отражаться хоть что. У нас может сюда отразиться и вплоть до сердечного спазма. Да? Поэтому нужно понимать, это действительно почки, либо у тебя здесь что-то заболело, и ты подумала, что это почки. Это очень важный вопрос. До этого были здоровы, тянущая боль в пояснице и в ноги. Проверяйся, иди сначала проверься, а потом уже, потому что переход на сыроедение, я ещё раз говорю, что сыроедение, сыроедение, сыроедение рознь. Получается, лучше попробовать меньше кушать или жидкое питание, чем резко переход на сыроедение. Получается, нужно сначала сходить ко врачу, обследоваться, ещё раз говорю, а потом нужно смотреть, какое сыроедение. Сыроедение разное, я не говорю, что получается. Вы меня услышите. Перед тем, как вы что-то начинаете делать со своим телом новое, сначала нужно обследоваться. Ребят, ну это прям вот, это обязательно. Иначе я вам никакие рекомендации никогда не дам, никогда. Вы не знаете со своим телом, я-то как вам могу рекомендации эти дать. У меня-то нет рекомендаций на ваше незнание. До этого были здоровы. То есть что тебе написать, до этого были здоровы. Сейчас что с почками произошло? Были здоровы по УЗИ, либо по крови, по анализам мочи. Какие ты анализы сдавала, что они были здоровы? А кто-то ты знаешь, что они были здоровы? Они просто не болели. Что значит были здоровы? Это первый момент. Что значит сейчас заболели? Тянущая боль в пояснице – это не всегда почки. Я же только что сказала. И что такое просто не болели никогда? Вот просто нужно сказать, прежде чем вы куда-то переходите на какой-то другой тип питания. Да даже элементарный. Ребят, ну вы посмотрите. Вот смотрите, начала я вести эфир, и опять он у меня грызёт клетку. Борис. Даже ребёнка, вы когда приводите в какую-либо секцию, футбол, гимнастика, вообще не важно что, у вас просят, чтобы вы сдали анализы. Самые элементарные анализы. И только после этого берут в секцию ребёнка. И это нормально. Вы когда что-то переходите, вы когда начинаете какой-то даже новый вид спорта, вы должны понимать, что у вас происходит с внутренними органами. Я это говорю, ребят, потому что я вижу, как каждый. То есть я сейчас, понятно, что я сейчас на глубоком познании тела. Давайте так скажем. То есть у меня обследование за обследованием. У меня в неделю, наверное, разных обследований как минимум три проходит. Представляете? И это на протяжении уже, как вы знаете, длительного времени, нескольких месяцев. Я прохожу вот такие вот анализы. То есть я регулярно сдаю, мы смотрим, как меняется, мы смотрим, как это, мы смотрим, как другое. И я вам могу сказать, что чтобы поменяться в организме, прям очень многому всему, ему достаточно буквально неделю.